Приветствую вас! И, как я понял, важная основная проблема сейчас, это проблема отношения с мамой, проблема взаимодействия с мамой и, в общем-то, эта проблема, она для вас довольно тяжела, и вы спрашиваете нас, что вам делать в этой ситуации. Ну, начать стоит, божалуй, знаете, с чего? Того, что вы говорите, как бы, о том, что мы не понимаем друг друга, и от этого ссора только усугубляет. Знаете, когда вы говорите, что мы не понимаем друг друга, вы, наверное, понимаете, что это означает, что я не понимаю. То есть, вы не понимаете свою маму. Так? Вот. Ихает вопрос тогда. И вопрос, на мой взгляд, довольно закономерный. А вот, если вы свою маму не понимаете, то, собственно говоря, почему она должна понимать вас, если вы сами свою маму не понимаете? И почему вы ее не понимаете? Почему вы не хотите ее понять? Почему вы не можете ее понять? В чем вы ее не понимаете? Понимаете, начинать нужно с себя. Начинать нужно с себя, потому что именно вы являетесь инициатором того, что происходит. То есть, вы написали нам свой вопрос. Вы как хотите, чтобы мы вам помогли? Мы поможем. Но только если вы сами при этом хотите что-либо менять. Только если вы при этом сами самостоятельно желаете что-то изменить, исправить. Понимаете? Вот это, пожалуй, является самым главным в данном контексте, в данной ситуации. Понимаете? Очень важно, чтобы вы сами как бы несли ответственность за себя и за свои поступки. Очень важно, чтобы вы это делали сами самостоятельно. Очень важно, чтобы вы именно это старались сделать. Чтобы вы именно хотели сами ситуацию как-то разрешить. То есть, не ждали обязательно, что мама придет и за вас все разрешит, а чтобы вы сами пытались ее разрешить. Это очень важный момент в этом контексте. Чтобы вы старались свою маму понять, чтобы вы старались не ссориться с ней, не вступать в ссоры. Сглаживать конфликты, сглаживать углы, которые имеются в ваших отношениях и так далее. Вот это все принципиально важно, если мы с вами говорим именно об отношениях. В отношениях нужно стараться учиться понимать друг друга, в первую очередь понимать, стараться учиться. В первую очередь нужно стараться, чтобы понять другого человека. То есть, если вы хотите, чтобы, грубо говоря, если вы хотите, чтобы понимали вас, то нужно, чтобы понимали вы. По-другому, к сожалению, не будет. Вот это вот то, что я вам хотел сказать именно непосредственно в контексте первого момента. Второй момент. Облекаться второй момент, он такой более очевиден для нас, но, может быть, менее очевиден для вас. Вы говорите, это длится уже месяц. То есть, целый месяц вы со своей мамой находитесь в таком состоянии, в состоянии войны, в состоянии оншоры и так далее. Почему? Что произошло, значит, месяц назад? Что заставило вас вот так вот реализовываться, заставило вашу маму вот так вот себя проявлять? К сожалению, психологи не являются телепатами. И мы не можем понять, что именно с вами происходит, что именно у вас случилось. Мы этого не можем знать, к сожалению. Нам нужна информация. Информация о вас, информация о том, что произошло. Информация о характере ссоры, о характере, так сказать, проблемы вашей и так далее. И только если мы будем знать этот самый характер проблемы, мы сможем вам помочь. По-другому, к сожалению, никак. В этой ситуации никак по-другому не получится. Я хочу, чтобы вы вот этот момент для себя достаточно ясно уловили. Нам нужна причина. Вы описываете следствие, описываете некий такой, я бы сказал, некий, может быть, немного бунтарский дух, по моему мнению. То есть вы там со своей мамой ссоритесь, вы со своей мамой конфликтуете, вы хотите своей маме что-то доказать и так далее. Я понимаю, это ваше право, но нам, еще раз, нам, чтобы помочь вам нужно больше информации. Пока вот больше информации я не вижу. То есть, может быть, вы как-то постараетесь свой вопрос дополнить, может быть, вы обратитесь в личку к любому спецку, который вам понравится для того, чтобы... с ним ситуацию разобрать. Но пока, вот пока, исходя из всего того, что вы написали, можно только говорить о том, что вы не берете на себя ответственность, что свою жизнь не желаете нести, ничего, не желаете отвечать за свои слова и склонны именно в этой ситуации не то, чтобы винить себя. Вот, то есть делать не винить себя, а винить других. Не то, чтобы винить других. Я, пожалуй, не считаю, что вы обязательно склонны винить других. Но вы как бы забываете, на мой взгляд, о ответственности своей, которую вы несете также и за ссоры, и за непонимание и так далее. Я думаю, что некоторые эксперты могут вам порекомендовать вот такой поступок сделать. Некоторые эксперты могут вам порекомендовать просто подойти к своей маме и сказать ей, что вы ее любите, чтобы она на вас не длилась, да, чтобы она относилась к вам с пониманием, чтобы, в общем, знала, что вы к ней хорошо относитесь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть какие-то эксперты вам это предложат. И надо сказать, что в этом нет доли истины. В этом нет зерно истины. Но только в чем? Понимаете, зерно истины здесь только в том, что вы, вы как бы берете на себя ту часть ответственности, которая касается именно вас. Вот именно в этом и заключается то, что вы можете сделать сами. То, что вы самостоятельно можете сделать. На самом деле это очень важно, чтобы каждый из нас делал то, что от него зависит. Вот ваша мама с вами ссорится? Хорошо, пусть ссорится. А вы с ней, например, не ссоритесь. Вы, наоборот, ставитесь спокойно, значит, спокойно с ней разговаривать. Там, не вступайте с ней в конфликты, в обсуждения, да, и так далее. Вот. В этой ситуации я бы, наверное, ну, слукавил бы, если бы сказал, что это не единственный верный путь поведения для вас. В данной ситуации, в данном случае, это едва ли не единственный путь решения для вашей проблемы. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ситуацию разрешить, вам нужно действовать именно так. Именно так и никак иначе. По-другому, ну, по-другому я боюсь, просто не получится. То есть вы ничего не добьете. Совершенно ничего. Ну, и, конечно, важна причина, чтобы вы нам рассказали все-таки причину того, почему вы вот так вот ссоритесь с своей мамой. Что заставляет вас так делать, что заставляет вас ссориться и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Почему вы ссоритесь? Я хотел бы, чтобы вы этот момент, момент, причину описали, чтобы вы рассказали ее нам. Потому что без причины, без вот понимания того, почему вы ссоритесь, да, нельзя вам помочь, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам хоть немножко. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok